здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна дугельная психолог писательница и программа начни себя в рамках нашей программы мы учимся менять себя и таким образом постепенно меняется наш мир вокруг и прежде всего на наше изменение всегда реагируют наши близкие наша семья наши родные иногда наши изменения очень нравятся нашим близким например нашим родителям или нашим супругам а иногда когда вы начинаете меняться и глубина трансформироваться ваши близкие особенно семья воспринимает это в штыки что происходит в чем феномен но сегодня я вам расскажу об этом феномене на в рамках нашей темы обида на маму влияет на вашу счастливую жизнь вот именно про обиды на маму я хочу еще раз и еще раз вам рассказать почему так важно какая связь обидно маму и вашей счастливой семейной жизни так вот нам кажется что повзрослев мы строим свою жизнь иначе не оглядываясь на то что нам как пример транслировали наши папа и мама в детстве но все психологи тотально заявляют что все причины ваших бед ваших проблем в любой сфере вашей жизни то ли это семейная жизнь то ли это бизнес то ли это ваше здоровье все причины родом из детства а значит вы должны посмотреть на ваши отношения на отношения ваших родителей на ваше отношение с родителями в детстве посмотреть какие травмы вы получили какие комплексы у вас формировались безусловно это все правильно я ни секундочки не собираюсь вас разуверять что это правильно и сегодня мы с вами возьмем только один аспект из вашего прошлого из вашего прошлого который останется для вас навсегда значимым важным и фундаментальным этот аспект называется отношения с вашей мамой и сегодня не важно кто меня слышит мужчина или женщина вы когда-то все родились от мамы да безусловно роль папы мы здесь не уничижаем и не уменьшаем но просто я хочу сегодня рассказать вам о том как на вашу личную жизнь на отношения с противоположным полом и в частности на вашу семейную жизнь повлияли ваши отношения с мамой в детстве когда вы были ее сыном или ее дочери ну начнем с основ дело в том что ваша мама закладывала вам основы вашего эмоционального интеллекта или другими словами основы вашего чувственного опыта то есть то как вы будете реагировать на общение с другими людьми какую эмоцию какое чувство вы будете вкладывать в общение с другими людьми напомню вам что семья создается для общения общение в радости в любви и для счастья и это единственная самая важная цель создания семьи а не рождение детей как многие из вас думают так вот для того чтобы общаться общаясь развиваться трансформироваться нам обязательно нужны эмоции потому что без эмоционально мы с вами не слышим ни одного информационного послания никакая информация к нам не доходит и не воспринимается если она не пронизана какой-либо эмоции и вот эмоционально реагировать на жизнь или наоборот как контролировать себя подвергать свои эмоции жесткому сжатию напряжению подавлению вас научила ваша мама если вы сегодня общаясь сдерживаете себя во всем подавляете все свои негативные эмоции не умеете ими управлять а их контролируете то безусловно ваша мама вам это заложила чему это приведет но у мужчин это приводит к сдержанности и мы в принципе видим что мужчины с возрастом с более такой стабильностью с большей зрелостью становятся спокойнее 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 и к сожалению вот это спокойствие для них может быть очень даже комфортно но для их жен для их детей может казаться холодонностью и отстраненностью что в таком случае делать доставать свои эмоции ведь эмоции это жизненные энергии которыми наполнен каждый человек а вот для женщин такая позиция контроль своих эмоций подавление своих эмоций чревато даже физическими и психосоматическими заболеваниями потому что женщина сама по себе эмоция сама по себе сгусток энергии если она не будет уметь их распределять трансформировать направлять преобразовывать а только будет контролировать и подавлять то женщина рано или поздно закипит в прямом смысле слова как чайник и или подавит эти эмоции и вырастет у себя серьезные заболевания вплоть до онкологии вот таким вот образом общаясь со своей мамой в детстве наблюдая как она проявляет свои чувства и эмоции по отношению к вам по отношению к папе по отношению к другим людям вы постепенно это закладывали как основы и теперь вам стоит пересеять через сито осознанности те модели скорее всего вам будет очень трудно нырнуть в свой возраст трех четырех даже пяти лет и вспомнить какие модели эмоционального контакта вы имели в связке со своей мамой но скорее всего вам будет трудно вспомнить эти примеры а уж когда вы стали постарше то вы скорее фиксировали всплески эмоциональные мамы когда она выясняла отношения или вас наказывала или ругалась с папой или доказывал свою правоту с помощью слез или истерик и тогда вы поняли что вы не хотите так что смотрится это плохо смотрится плохо и ничего хорошему это не приводит но вот как если такое было и вы приняли для себя решение свои эмоции держать под контролем то скорее всего внутри вы точно так же созданы по образу и подобию своей мамы и если вы женщина то вы просто до поры до времени сдерживаете эти истерики вы все также смотрите что так можно но вы себе не позволили что делать ну давайте начнем с того что у вас скорее всего эти все подавленные эмоции вызывают чувство обиды обиды на свою маму за то что не научила не дала не была такой хорошей примерно их и сдержанной мудрой как например у кого-то из ваших друзей если мы говорим об обидах на маму то мы безусловно говорим о том что от них нужно исцеляться с помощью прощения каким образом я рекомендую проводить практику прощения обязательно нужно осознать что обида это детская форма поведения человека и когда человек обижается то он прежде всего вредит сам себе и ведет себя как будто бы ему вот тех 3 4 5 или 6 лет то есть по-детски и если вы хотите научиться жить по-другому вам нужно сказать стоп этой реакции и это действительно единственная эмоция которую нужно контролировать контролировать но контролировать не подавляя ни в коем случае потому что обида как эмоция как энергия внутри вашего тела прорастает онкологией зафиксировав себя на обиде нужно тут же приступать к практике прощения что я вкладываю в практику прощения и вы скажете я уже знаю я много читал я даже ваши книги читал или слушал я не устану друзья мои повторять вам миллион раз что прощение если оно искреннее глубокое приводит вас к принятию всего того что с вами происходит принятию безоценочным спокойному зрелому и мудрому а принятие это уже аспект мудрости это аспект сдержанности но не когда вы контролируете себя а когда вы реагируете совершенно по-другому итак какое задание сегодня получаете вы первое вам нужно сесть и попробовать вспомнить написав на список какие качества у вас есть такие же как у вашей мамы по эмоциональному интеллекту по эмоциональному реагированию на жизнь какие качества вы проявляете а какие качества вы подавляете то есть другими словами абсолютно все что вы видели или видите сейчас в эмоциональной реакции вашей мамы вы точно так же себя или ведете или склонны себя так вести то есть это есть у вас сто процентов просто к этому еще добавляются эмоциональные реакции вашего папы ну а папах сегодня говорить не будем поэтому первое вы склады составляете список эмоциональных реакций мамы при этом не анализирует это хорошая реакция или плохая просто список эмоциональных реакций это первый столбец а теперь напротив мы будем с вами каждую эмоциональную реакцию пропускать через свое тело прощать себя за обиды на маму из-за этой эмоциональной реакции и благодарить маму что она нас сделала другими соответственно второй столбец вашего списка это будет список благодарностей за то что вы осознали как вы поменялись что вы решили в себе поменять и начали менять глядя на маму как будто бы это ваше отражение в зеркале и так каким образом мы будем с вами проводить практику сканирование и отслеживание трансформации этих эмоциональных реакций мамы через себя но первое вы проводите это в стиле практики эффективного прощения по моим авторской методике напоминаю что моя авторская методика заключается в трех шагах первый шаг мы обязательно своему объекту в данном случае маме человеку или объекту у которого просим прощения произносим мысленно прости меня что я себя вел или вела как ребенок испытывая вот такую эмоцию испытывая осуждающую реакцию например на тебя или испытывая определенное состояние когда ты себя вела так или иначе второй шаг вы произносите и я прощаю тебя за то что ты себя так вела что ты мне показывала вот такой пример и третий шаг я благодарю тебя за то что ты меня научила и вот дальше вам надо написать что мама вас учит чему мама вас научила вот именно такой эмоциональной реакции именно такой эмоциональным типом поведения каким вы становитесь что вы какой вывод вы делаете какой опыт вы получаете и вот этот список который у вас образуется с правой стороны вашего листа листа трансформации это и будет ваши новыми качествами вашими новыми осознаниями вот тем что вы принимаете в себя и то какими вы становитесь уже в момент вот этой трансформации напомню друзья мои что любую трансформацию любую практику которую вы совершаете чтобы изменить себя начинаете себя стоит начинать и состояние любви и света и сердца поэтому прежде чем прорабатывать любую реакцию мамы и ее влияние на вас любую эмоцию которую вы до этого называли негативной и научились этому мамы представляете маму перед собой давайте ей бело-золотистый поток поток поля любви и сердца поливайте ее образ любовью и светом потому что это действительно человек которая святыня в вашем сердце на маму нельзя не обижаться не сердиться и конечно же повышать голос соответственно вот вы смотрите на маму посылаете ей любовь а затем делаете три шага практике эффективного прощения вы просите прощения вы говорите прости меня за то что я себя вел вел вела или вел как ребенок по отношению к тебе в этой реакции я прощаю тебя за эту реакцию и я благодарю тебя за то чему научился и вот эти благодарности пишите в этот столбец сегодня еще раз мы с вами касались темы прощения сегодня еще раз мы с вами касались важности трансформации обид в ресурс принятия и любви если вы хотите жить в обществе где будет много любви и света принятия и понимания начинайте уже сейчас начинайте себя с вами была татьяна дугельная увидимся и услышимся